Воронцовская колоннада Приморский бульвар. Дата строительства 1830 год. Архитектор Франц Буфо. Памятник архитектуры национального значения. Архитектурно-археологические исследования на Приморском бульваре в самом разгаре. Вокруг колоннады глубокие траншеи. Здесь работает тяжелая техника, а ученые находят в земле уникальные предметы. О, печная плиточка. Это обломки хиосской пухлогорлой амфоры. Находка принадлежала нашим предкам из античных времен. Возле устья вот такая вот припухлость. Это именно характерная черта вот этой хиосской амфоры. И она широкая. У нее и тело туловое, и плечики широкие такие. Культуролог Дмитрий Хамула выяснил, амфора датирована пятым веком до нашей эры. Глиняный сосуд предназначался для хранения дорогостоящего вина. Вот так он выглядел изначально. Вот это часть ручки. То есть вот таким образом. Вот здесь вот ручка была. Видите, здесь место соединения. Горлышко с ручкой. Среди находок керамические изразцовые плитки, камни 19 века, фрагменты старинного мрамора, металлические изделия и стеклянные сосуды. Если присмотреться, здесь есть капелька. Вот такая вот метка в виде капельки. То есть, скорее всего, это тоже был какой-то лекарственный препарат, который необходимо было принимать как капли. Это действительно редкость, что вот такая вот тара, она совершенно целая и не битая. Теория историков о наличии закрытых ступеней Бельведера подтвердилась. Во время раскопок были найдены пять дополнительных ступеней и часть ранней отмостки под колоннадой. Это уровень мощения времен графа Воронцова. За те 200 лет, что стоит колоннада, уровень, скажем так, до дневной поверхности, он поднялся где-то порядка на полтора метра где-то вот от дневной поверхности, которая была вот в эпоху Воронцова. На чертеже все обозначено детально. Нижняя часть ступеней – мощение дикого камня. На отметке минус 1465, вот точнее, совсем точно скажу, мы уже имеем мощение времен Воронцова. Внизу вот тот самый глиняный замок, о котором мы говорили, который изначально укладывался или засыпался, утрамбовался, чтобы обеспечить гидроизоляцию фундаментов во времена еще Воронцова. В ходе исследований ученые обнаружили артефакты, подтверждающие гипотезу. Именно здесь, под землей, находятся руины Орловского корпуса, полностью уничтоженного во время Второй мировой войны. Вместе с Бельведером он был частью ансамбля Воронцовского дворца. У меня закралась мысль о том, что именно здесь похоронен Орловский корпус, поэтому я, честно говоря, ждал. Но когда мы просто из земли стали вынимать, грубо говоря, части жилого дома, куски печи, глюца, тарелки, чашки, бутылки, крышки от пива, там, я не знаю. Ну, то есть как-то вот я понял, что я, может быть, был прав. По предположению историков, разрушенное здание закопали прямо перед колоннадой. От него сохранился только фундамент, был он разрушен, видимо, попаданием авиабомбы или снаряда во время войны, и ликвидировали его во время оккупации, где-то примерно в 1942-1943 году. Но кто во время войны будет куда-то что-то возить, вывозить, легче было его просто срыть и выровнять. Во время дальнейших работ вслед за предметами быта Орловского корпуса ученые ожидают встретить и обломки самого здания. Камни этого несуществующего корпуса теперь могли быть использованы для создания этой подпорной стены. Это, конечно, пока гипотеза, но так, в общем-то, по размеру и по состоянию камней похоже на это. Под Бельведером исследователи обнаружили фундамент усадьбы Куликовского. Двухэтажный дом вместе с участком земли был приобретен графом Воронцовым в начале XIX века. Скорее всего, кладка старинного сооружения использовалась при устройстве фундамента колоннады. Это интересная находка еще и тем, что позволит, ну что ли, немножко с другой точки зрения посмотреть на ранний период строительства Одессы. Потому что, естественно, если мы нашли такой фрагмент, то мы будем как бы искать дальше. Цокольная часть бывшего дворового фасада Бельведера раскрыта. Здесь ученые нашли ступенчатую конструкцию, облицованную каменной плиткой, вырезанную из инкерманского известняка. Такой бело-желтый инкерманский камень, очень качественный. Его в XIX веке очень широко использовали для именно, для сооружения дорогих действительно зданий. Исторически это все был замкнутый, единый ансамбль. И открывая все вот такие вот сейчас пласты нижние, мы понимаем, каким он был, как он выглядел, каким он должен в итоге быть завтра. И это дает нам возможность изучать историю Одессы. Глубина поверхности ниже существующего уровня площади составляет почти 2 метра. Это означает, что в начале XX века этот участок земли был засыпан. То, что открывается перед глазами, напоминает ступени античного амфитеатра. Мы хотим провести работы по дополнению участков новым, и показать, что это современное, но подобное, как было тогда. А старые участки максимально законсервировать и показать именно вот оригинальные, скажем так, не только материалы, но и оригинальный вид. Во время раскопок были найдены фрагменты сланцевого шифера. Изначально именно им была застелена вся кровля воронцовской колоннады. Если раньше мы находили только вот такие вот отдельные битые кусочки, которые как бы, ну, тоже давали представление о том, как это выглядело, то уже вот вчера мы стали находить вот такие вот большие куски. Скорее всего, это действительно сланец был привезен графом Воронцовым специально из Англии. В земле под Бельведером обнаружили черепицу-татарку. Она пришла уже на смену сланцевой кровли. Исследования древних археологических слоев у колоннады только начинаются. В будущем сооружению планируют вернуть первоначальный облик. К этому вопросу раскопок вернуться лет через 100, может быть, может, 150. Поэтому было бы интересно, чтобы все-таки мы сегодня стали сопричастными к той истории, которая находится у нас здесь. И чтобы эти 150 лет, где там стоили 300, мы рассказывали о том, что мы нашли. Это как детектив. Это как история, которая разворачивается у тебя на глазах здесь и сейчас. Это очень важно. Исследователи уверены, колоннада еще преподнесет множество неожиданных открытий. Артефакты, найденные во время раскопок, станут частью масштабной экспозиции в Воронцовском дворце, которую откроют для всех желающих. КОНЕЦ Субтитры создавал DimaTorzok